Выставляться платежи будут по счетчикам, хотя счетчик, будем говорить, у нас здесь стоит без корректора и по требованию газовиков его необходимо у меня. Глава города проверяет готовность к зиме. Его рассказывают о работе подвальной котельной на Затонской. Она много лет отапливает два дома, но изношность оборудования требует изменений. Это какой-то ужас просто. Как обещают, уже до Нового года оба дома переключат на сети теплопоставщиков. Для строительства теплотрассы по улице Затонской из бюджета выделили более миллиона рублей. Саму же котельную после этого эксплуатировать не будут. Это требование Ростехнадзора. На фонд школы. А то у нас там не топят. Много летишек учатся, сдают деньги. В школе ремонт. Я вот не видела ни разу. В поселке Поливановка обращение граждан глава города принимает лично. Жителей давно не навещали власть, и у них накопилось много вопросов. Недовольны отсутствием тротуаров и регулярного водоснабжения. Еще не везде освещены улицы, нужны спортивные площадки и детский сад. 30% финансированного освещения было выдано на Поливановку, выделено и освещено 29 улиц на сегодняшний день. В прошлом году была отремонтирована вот эта дорога, но, к сожалению, без тротуара. Все сразу, конечно, сделать не удастся, но решать проблемы Поливановки уже начали. Продлили время движения трамваев и отремонтировали дорогу от 6-й дачной. В следующем году власти планируют трассы соединить Поливановку с Жасминкой, чтобы разгрузить транспортный поток, обустроить тротуары, установить знаки пешеходных переходов и начать ремонт в школе. Вот тут люди, которые живут, они свалками охраняют, чтобы не кидали мусор. Где же они охраняют, и здесь все на вольте. А что, за всеми не следишь, и ночью таскают, и все. Таскают, вы же сами жители таскаете. Да, люди, сами жители таскают. Но у меня слов нет, что ли. Свалка вместо пейзажа – камень преткновения власти и жителей. Они просят чиновников разобраться с мусором, но сами отказываются платить за его вывоз и соблюдать чистоту. Проблем столько много, что взять их вот так вот в одночасье и все решить, наверное, это невозможно. Причем здесь даже многое зависит не только от желания того или иного чиновника, а тут от самих жителей. Тандем жителей и власти как панацея от коммунальных болезней. Глава города уверен, только совместная работа может эффективно решить накопившиеся проблемы.